Обратите внимание, все в трещинах, поэтому мы очень беспокоены этой стройкой. Жители хрущевских пятиэтажек с волнением ждут начала строительства 14-этажного здания рядом. Высотного соседа скоро обретут дома на молодежной 21 и 23. Люди беспокоятся, как можно вести стройку в нескольких метрах от жилого дома. Здесь не предусмотрены виды работ, которые бы сотрясали фундамент. Здесь не будет ни забивки свай, ни уплотнения грунта. Когда начнется строительство, неизвестно. Все решает застройщик компании «Локомотив». По словам проектировщика, по двору дома на молодежной 21 ездить не будут. Для этого организуют подъезд с другой стороны дома. Этот путь фактически уже существует, но его придется расширить. Ширина проезда должна быть 5,5 метров и заасфальтировать. Поэтому жильцы боятся вырубки части сквера. Территория сдается в аренду на 9 лет. А арендатор имеет право здесь все сделать, на этой земле. Сквер мы не затрагиваем. Даже сетей по нему строительства не будет. Сквер не затрагивается никаким образом. По существующему технологическому процессу с грунтовым покрытием будут вести долгое устройство. Есть еще законодательство. Если какое-то березко будет срублено, значит будет посажено. В администрации города также подчеркнули, что сквер «Семья» вырубать не будут. Но ряд нормативных актов позволяет благоустраивать землю. С такой просьбой к властям обратился застройщик, арендатор участка. Планом, предоставленным застройщикам, предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов, плиточного покрытия проездов и тротуаров, газонов, установка скамей. В администрации Барнаула подчеркивают, что все действия застройщика соответствуют проекту и различным регламентам. А проектировщик считает, что появление на месте пустыря благоустроенного дома пойдет лишь на пользу кварталу. Приходится выбирать либо оставлять как есть, либо строить новые здания. Но вот как есть сейчас, я думаю, гораздо хуже, чем все строительство. По словам Суртаева, плотность застройки квартала даже с учетом будущих домов не выходит за нормативы. А компактность инфраструктуры 14-этажного здания позволит не тревожить соседей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.